Добрый день! Как вы относитесь к приметам? Особенно к плохим. У меня один товарищ в институте был. Так вот, если мы куда-нибудь шли, и дорогу перебегала черная кошка, он обходил целый квартал, даже если мы куда-то опаздывали. Ну, а что, скажут некоторые, лучше перестраховаться. Сейчас я перечислю вам лишь часть суеверий народов мира. Посмотрим, что вы подумаете в конце по этому поводу. Каких только предвещающих несчастья примет не бывает в различных уголках нашей планеты. Одни боятся просыпать перец, другие никогда не похвалят младенца, третьи не стригут ногти после заката. Давайте вместе улыбнемся над плохими приметами разных народов мира. Может быть, все сами будем меньше обращать на них внимания. Вот, например, в Чехии плохая примета – смешивать пиво. Если вы находитесь в Чехии, это первой стране в мире по потреблению пива на душу населения, то не наливайте пиво в бокал, в котором уже есть пиво другого сорта. Иначе с вами непременно случатся неприятности. В Греции вторник, попадающий на 13 число, считается плохим днем. Но как американцы опасаются пятницы 13-го, так греки с предубеждением относятся ко вторнику, особенно если он выпадает на 13 число. Возможно, этой традиции положил начало вторник 13 апреля 1204 года по Иллюанскому календарю, когда Константинополь пал под натиском крестоносцев. Однако это не единственный черный вторник в реческой истории. Во вторник 29 мая 1453 года Константинополь взяли турки-османы. Один из путешественников 19 века писал в своих путевых заметках, что по вторникам греки даже избегают бриться. Сразу приходит на ум наш черный вторник, когда дефолт произошел. В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник к несчастью. Суеверие, касающееся вторника, есть и в некоторых странах Латинской Америки. Вплоть до того, что название фильма «Пятница 13-е» у них переводили как «Вторник 13-е». Об опасности вторника утверждается также в национальной поговорке «По вторникам не женись, не отправляйся в дорогу и не выходи из дома». Вот так. В Южной Корее нельзя болтать ногами. Учат детей даже не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу. А вот в некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу. По поверью, это может привести к кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины достают палочками. В отдельных уголках Европы считается, что нельзя сжигать сигарету от свечи, иначе у моряков будут неприятности. Но существует даже такая моряцкая примета, что зажженная от свечи сигарета к смерти моряка. Откуда же пошло такое суеверие? Возможно, оно связано с тем, что моряки приторговывали спичками. Если же спички не нужны, то у моряка денег не будет. Женщины в традиционных общинах Руанды не едят козьего мяса. Считается, что от него у женщины может вырасти борода. В Италии плохая примета перевернуть хлеб. В Италии считается плохой приметой положить хлеб вверх ногами. Неважно, на стол или в корзину. Наиболее популярное объяснение заключается в том, что хлеб представляет собой тело Христа, и к нему следует относиться с уважением. В Швеции класть ключи на стол к неприятностям. Почему? Потому что в бывалые времена женщины легкого поведения таким образом привлекали клиентов. Во избежание недопонимания добропорядочные люди старались не класть на стол ключи. Отсюда и возникла примета. В Таджикистане не принято передавать деньги из рук в руки. То же касается ключей, игл, ножниц. Их следует положить на стол, чтобы другой человек мог их взять. На большей части Европы и западной части Азии считается плохой приметой вернуться домой с дороги за забытой вещью. Если вам абсолютно необходимо вернуться, то надо обязательно посмотреть в зеркало. А кое-где еще и улыбнуться, прежде чем выйти опять. В Азербайджане просыпание соли или перца сулят неприятности. Непременно начнется ссора. Чтобы ее избежать, следует насыпать сверху сахар, оставить на некоторое время, а потом убрать все вместе. Среди пенсильванских немцев бытует поверье, что женщина-гостья в первый день Нового года несет несчастье. Поверье, появившееся в начале 20 века среди пенсильванских немцев, гласит, если в Новом году вашим первым гостем окажется женщина, то год будет неудачным. Если же мужчина, то наоборот. Также считается плохой приметой менять одежду или мыться между Рождеством и Новым годом. А если вы поменяете белье между праздниками, то непременно покройтесь прыщами. В Турции нельзя пить воду, в которой отражался лунный свет. Согласно приметам, опубликованным на сайте Турецкого министерства культуры, у выпивших такой воды будут неприятности. Однако купаться в лунном свете можно, ведь на том же сайте написано, что купаться в лунный свет тот будет сиять ярко, как луна. В Новой Англии 19 века считалось плохой приметой споткнуться о какой-либо предмет. В книге, опубликованной в Новой Англии в 1896 году, говорилось, что единственный способ избежать беды вернуться к предмету и переступить через него снова. Если вы споткнулись о камень, вернитесь и дотроньтесь до него, говорится в тексте. В Сербии нельзя хвалить младенца. Вместо этого вы обязаны сказать, что малыш некрасивый. По одной из американских примет начала 20 века, все кухонные тряпки перед приездом надо сжечь. То же самое касалось тряпок для уборки. Таким образом, все несчастья, которые вы вытерли, не отправятся с вами в Новый Дом. По Уэльски традиции 19 века плохой приметой считалось стричь ногти малышу до 6 месяцев. Причем последствия варьировались от неприятностей вообще до обещания того, что ребенок вырастет вором. Чтобы не стричь ногти младенца, матери надлежало их обкусывать. В некоторых азиатских странах стричь ногти после заката в беде. Предполагаемые объяснения варьируют от практичных в темноте можно пораниться до мистических отделение ногтя в темноте может привлечь злых дух. В некоторых странах Ближнего Востока нельзя щелкать ножницами просто так. Сложно сказать, с чем это может вообще быть связано. В Новой Зеландии услышать крик Бекаса не с той стороны к беде. В Новой Зеландии есть суеверие, что крик Бекаса за правым плечом сулит удачу, а за левом неприятности. В Германии вы никого не должны поздравлять с днем рождения заранее. Это считается плохой приметой. Причем некоторые немцы весьма ярко живописали грядущие проблемы. Моя бабушка говорила, что дети будут синими. В некоторых частях Африки сова символ беды. Считается, что появление этой птицы сулит плохие новости, неприятность, болезнь или даже смерть. Некоторые народы верят, что совы передают проклятие. В Аргентине не принято запивать арбуз вином. По устоявшимся слухам это может привести к смерти, ну или просто к несварению желудка. Вот так. Верить, не верить ваше дело. А у меня все. До свидания. Мир вашему дому. И до встречи.